Приветствую вас, друзья, на канале Даниила и Ларисы. Несколько раз подписчики спрашивали меня по поводу моей коптильни. Делал ли сам или покупал? Ну, собственно говоря, вот решил по поводу коптильни, снять отдельный видеоблог, рассказать, что я здесь делал. Коптильня рабочая, пользуясь я ей уже несколько лет и в процессе этих нескольких лет я ее модернизировал. Ну, модернизации было очень много и вот сейчас вот я считаю, что я довел ее до идеала. Покажу конечный результат. В первую очередь расскажу о корпусе коптильни и о конструктиве самого коптильного шкафа. Значит, сам коптильный шкаф. Как-то еду, смотрю, два человека маргинального вида на тачке везут в металлом старый сейф. А я как раз обдумывал варианты, из чего бы сделать коптильню. Практически уже созрел на покупку старого холодильника и тут увидел вот такой вот старый сейф для документов прекрасный. Я у них купил его по цене чуть выше, чем цена металлома и начал переделывать. Ну, собственно говоря, корпус самого сейфа я особо не переделывал. Значит, что я сделал? Я снял старую дверку. Мне хотелось постоянно наблюдать за процессом приготовления, то есть понимать, что делать. Снял старую дверку, срезал петли, купил несколько метров профильной трубы, 15 миллиметров в сечении, то есть квадратной трубы и купил две гаражных петли. Из квадратной трубы я сварил рамку. Просто квадрат. И потом на эту рамку здесь наварил полосочку. Вот видно швы. Я хоть и защищал, но не шпатлевал его особо. Наварил полосочку шириной сантиметра, просто обычную полоску металла, которая служит упором для стекла. После этого я вырезал стекло толщиной 8 миллиметров обычной прирезки стекла и приклеил его на силикон, вот как видите. Далее я сделал вот такую крышу. Сейчас покажу, как она выглядит изнутри. Изнутри просто сбитая из брусков конструкция. Как видите, вот такой вот скворечник. Снаружи обшил кровельным металлом и деревянными уголками для красоты. Ну вот собственно у меня получился корпус. Далее я занялся внутренним обустройством. В первую очередь я коптильню утеплил для того, чтобы были меньше расходы электроэнергии на подогрев, особенно в холодное время. Значит я взял ольховую вагонку и взял минеральную вату с фольгой толщиной 3 сантиметра, 30 миллиметров. Обшил, нашил на стены бруски, просто на шурупах насквозь прикрутил бруски через металл. Между брусками выложил все минеральной ватой. Вот так вот выложил потолок, стены. Донышко как бы я не выкладывал до донышка. Просто довел, ну довел бруски до донышка, а само донышко осталось у меня металлическим. Потом обшил это дело ольховой вагонкой. Можно в принципе использовать и сосновую, но она смоленистая и дает какие-то посторонние запахи. Далее в центральной части коптильни я врезал кулер от компьютера. Купил на радиорынке, по-моему за 40 гривен, бэушный кулер. Он нужен для того, чтобы обветривать продукты перед копчением, это первое. Второе, создавать эффект конвекции при жарке, то есть он создает поток воздуха. Создавать эффект конвекции, при жарке, допустим, колбас, когда их надо жарить и, допустим, когда колбасы надо ферментировать, тоже он создает конвекцию, поток воздуха. Сзади кулер, сейчас покажу, я закрыл вот такими вот жалюзи на веревочке от обычного вентилятора. Продаются в эпицентре. Вот так вот они открываются веревочкой и вот так вот закрываются. Для того, чтобы когда происходит процесс копчения не выходил дым. В верхней части коптильни из вот такого вот уголка и двух труб я сделал дымоход. Дымоход нужен для того, чтобы компрессор нагнетает в коптильню дым. Эта крышечка, чтобы туда не заливалась просто вода. И дымоход нужен для отвода лишнего дыма. Далее тэн. На барахолке я купил тэн 2-киловаттный. Вот он от духовки. Покупал его новый. Стоит он где-то в районе 200 гривен. Ну, это 8 долларов, грубо говоря. Вот. И поставил этот тэн, вырезал отверстие под него. И он у меня просто как бы стоит, как в духовке нагреватель. 2-киловаттного тэна с головой хватает на эту коптильню, на этот объем. Чтобы жир, стекающий с мяса, не капал на тэн, ну, все равно капает. Все равно и по стенкам течет конденсат. Как видите, там ужас на полу творится. Я его время от времени этот ужас чищу. Но так или иначе, чтобы сильно не лился как бы сок с мяса, жир стекающий с колбас, вот конденсат все это, чтобы не лилось на тэны. Я сделал два вот таких вот поддончика. Выгнул их из оцинковки, потому что не мог найти, ну, никакого противня нужного размера. На стенки я набил брусочки, на которых у меня ложатся вот такие вот круглые, ну, как круглые... Короче, не знаю, как это назвать. Такие штучки деревянные. Тоже купил их в эпицентре. И можно ложить также и решетку. Можно ложить решетку, а можно вешать на вот эту штуку, можно вешать крючок и на крючок уже подвешивать мясо. Вон сверху вывод дымохода. Ну, собственно говоря, отвод лишнего дыма. Думал сделать подсветку, вернее, даже сделал подсветку, но после десятка копчений эта подсветка настолько закоптилась, что я ее удалил. Все равно, там, если уже поздно, всегда можно присветить фонариком. Ну, считаю, что подсветка здесь ненужная штука. Здесь я наклеил уплотнитель, самоклеящийся на двери. Который просто... Ну, самоклеящийся уплотнитель для брони дверей, который продается в эпицентре. И сделал вот такую вот закрывалку. Вот такой вот цилиндр. И здесь винт для того, чтобы можно было прижать дверь. Дальше я вварил ввод для дымогенератора. То есть, вот это у меня идет полдюймовая труба, вот такая вот. Она вот здесь вот стыкуется. Надета муфта из трубы для того, чтобы стыковать дымогенератор. Изнутри на эту трубу, я ее вварил заподлицо, к сожалению. То есть, надо было сразу же продумывать, чтобы сделать вот такой вот выход. Изнутри на эту трубу я просто надел вот такую вот водопроводную капроновую трубу. И, собственно говоря, из нее поступает в коптильню дым. Вот такой вот агрегат у меня получился. Вроде бы все рассказал о конструктиве. Ну и, собственно говоря, теперь, наверное, перейдем к автоматике. Для того, чтобы собрать автоматику, я использовал вот такой вот шкафчик от счетчика. Он закрывается на ключик. Здесь открывается вот такая штучечка. Здесь у меня две клавиши, сейчас расскажу. И автоматы. Также открывается вот таким вот образом. Значит, здесь есть розетка с регулируемым напряжением. И есть терморегулятор REC-100, который... Сейчас расскажу о нем, почему я не обычный терморегулятор. А вот этот вот терморегулятор REC-100 внедрил. Также здесь есть контроллер влажности и температуры. Он показывает влажность и температуру внутри камеры. Сам щуп контроллера влажности и температуры я не вводил в камеру. В камеру оставил его висеть здесь. И когда мне нужен замер, просто тут щуп влажности, он имеет отверстие. И я думаю, что если его постоянно ввести в камеру, хотя он крепится, все как положено, то он очень быстро забьется смолами и не будет работать. Когда мне нужно мерить влажность, я его опускаю здесь и прижимаю дверкой. И он у меня работает. Датчик температуры от терморегулятора я вот так вот ввел в коптильню и закрепил его на стенку. То есть он постоянно меряет температуру. Крепится где-то посередине, чтобы температуру не под верхом и не под низом мерить. Также здесь есть два автомата. Один в одной, второй на ТЭН. Что касается самого терморегулятора РЭК-100, это не просто терморегулятор, а ПИД-регулятор. Он не работает сам по себе. Для того, чтобы его подключить к такой мощности, к 2-киловаттному ТЭНу, требуется твердотельное реле. Чем хорош ПИД-регулятор? Здесь две температуры. Не буду сейчас включать. Расскажу, но как бы ссылки на все эти приборы я разместил в описании видео. И вы можете их совершенно спокойно заказать как в Украине, так и на сайте Алиэкспресс. Значит, в чем суть ПИД-регулятора? Как вы знаете, если включить ТЭН, он нагревается. Допустим, мы ставим температуру 60 градусов. Термометр видит температуру 60 градусов, отключает ТЭНы. Но сам ТЭН еще горячий. И у нас происходит разгон. То есть температура поднимается, к примеру, до 65. То есть происходит такая вот тепловая инерция. То же самое, когда температура падает. Она падает до 60 градусов. Особенно если холодно, ТЭН включается, он начинает нагревать. Но пока он не разогнался, температура еще продолжает падать. Поэтому я использовал ПИД-регулятор. Значит, что здесь происходит? Допустим, я выставил 50 градусов. При достижении... Или 60 градусов, я уже начал говорить про 60 градусов. При достижении 55 градусов он начинает время от времени включать-выключать ТЭН. То есть работать циклично, как бы импульсно. И чем ближе к температуре 60 градусов, тем на более короткий промежуток времени он включает ТЭН и на более длинный выключает. Таким образом, инерции практически не происходит. И температура держится в пределах, если установил 60, то она держится 59-61. Независимо от того, холодно или жарко. Также, допустим, когда температура там поднялась до 61, она начинает падать. И он импульсно тоже начинает включать ТЭН. Таким образом, температура поддерживается практически полностью... Ну вот, практически точная. Розетка для нагнедателя воздуха. На розетку я тоже установил регулятор напряжения. Сейчас расскажу, почему. Потому что долго экспериментировал. В эту розетку изначально, в первую очередь, включался обычный компрессор для дымогенератора. Потом включался насос для матраса на 220 вольт. И последнее, что у меня это самостоятельно собранный из радиодеталей. Сейчас покажу такой маленький компрессор. Ну вот, собственно говоря, на передней панели два выключателя. Один включает кулер внутри коптильни, который дает конвекцию. Второй включает, собственно говоря, вот эту вот розетку. То есть, можно включать, отключать надув воздуха. Я его использовал раньше, когда у меня был компрессор аквариумный. Теперь он практически не нужен, потому что все регулировки теперь на самом надуве. Вот такой вот у меня блок управления. Все достаточно просто. Собрал я его где-то за час-полтора. Если у вас будут какие-то вопросы по поводу коммуникации этого блока управления, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу, друзья, на все ваши вопросы. Перейдем к дымогенератору. Значит, первое, что дымогенератор. Это металлическая профильная труба сечением 100 на 100. Здесь я вварил донышко и в донышке просверлил отверстие. Оно служит колосником. Вставляется эта труба. Сейчас покажу. В трубу следующего размера, в которой я наварил вот такие вот упорчики, для того, чтобы труба в трубу не проваливалась полностью. То есть она оставляется вот так вот на 30 миллиметров и фиксируется на этих упорчиках. Здесь дымогенератор вставляется в муфту. Внизу, там где есть перехлёст трубы и вот этой вот зольника, так называемого, просверлено отверстие для притока воздуха и розжига генератора. В верхней части на расстоянии 80 миллиметров от крышки вварена полдюймовая труба. Здесь нарезал резьбу. Поставил вот такой вот сборник для конденсата. Он очень нужен. Там собирается конденсат. Причём он такой очень смоленистый. И не хотелось бы, чтобы этот конденсат со смолами попадал в коптильню и отседал на продуктах. Поэтому собирается вот здесь обычная баночка. Сейчас она должна как-то сниматься. Как же удержать камеру? Вот так вот. И, собственно говоря, дальше переходник, который вводит уже дым в коптильню. Здесь медная трубка, на которой я закрепил быстросъёмник для поливочного шланга. Закрепил его с помощью эпоксидки. И вот таким вот образом эта медная трубка входит в трубку подачи дыма. И на самой медной трубке висит пружина. Пружина от двери. Эта пружина нужна для того, чтобы по ней проходил дым. Собственно говоря, чертёж этого дымогенератора я нашёл в интернете. И ссылку на этот чертёж я тоже размещу в описании видео. Там полностью все... Я его, конечно, немножко модифицировал. То есть я вот сделал этот каплесборник, потому что его не было в чертеже. Но со временем я всю коптильню модифицировал в процессе. И вот когда у меня... Видите, тут такая лужа чёрного конденсата. Это вот как раз смолы. Раньше они капали соединения и попадали в коптильню. Кстати, смолы такие, что она очень сложно отмывается. Теперь они у меня собираются вот в этом вот каплесборнике для конденсата. Сверху всё накрывается вот такой вот крышечкой. Сварил я её из листового миллиметрового металла. Но теперь я знаю, что её надо немножко переделать. За счёт того, что она у меня плотно одевается, когда дымогенератор нагревается, всё это... Её очень сложно снять. Поэтому я вырежу сюда из дубовой досточки крышечку. И внутри ещё возьму дубовую досточку по внутреннему размеру, чтобы она вот так вот накрывалась. Но вот это ещё не доделал. Ещё такой вот дымогенератор. Ссылку на чертёж, как я уже сказал, размещу в описании видео. Теперь, что касается надува для генератора. В первую очередь, первый мой надув был сделан из обычного аквариумного компрессора. Купил я в магазине золотоваров аквариумный компрессор. Этого компрессора было недостаточно. То есть, очень слабо разгорался дымогенератор. Очень маленький поток дыма. В общем, игрался я игрался с этим компрессором. Закрою дверь, а то ветер дует. Игрался я игрался с этим компрессором. Результаты не получил. Поэтому заказал на сайте Алиэкспресс. Вот такой вот насос для надувных матрасов. Приделал к нему быстросъёмник. Он вот так вот одевался сюда. Вставлялся в резетку на блоке управления. Вот он на 220. И вот этим регулировкой, собственно говоря, семисторным регулятором напряжения, можно было менять обороты. Он достаточно мощный, этот насос. Давал отличный поток дыма. Разгоралось коптильно буквально за минуту. Но в чём была проблема? Напряжение у нас очень сильно скачет. И, допустим, выставляешь его на минимальные обороты, напряжение скакнуло, он заглох. Или же скакнуло вверх, и он просто начал дуть, как сумасшедший. Надул там, отвернулся на 15 минут. Он половину стружки, заложенной в дымогенератор, спалил. Дыма тут, весь двор в дыму. В общем, из-за того, что прыгает напряжение, получается, насос на 220 вольт использовать нельзя. Я думаю, что на 12 вольт насос подойдёт значительно лучше. Но я уже не стал заказывать из Китая ещё один насос на 12 вольт, новый регулятор. А решил собрать собрать свой нагнетатель воздуха. Сейчас покажу, что я собрал. От какой-то старой техники у меня оставался блок питания вот такой вот на 12 вольт. На радиорынке я купил улиточку. Вот такой кулер от компрессора. Купил, опять же, регулятор напряжения на 12 вольт и разъём для подключения для подключения блока питания. Собрал я всё это в монтажной коробочке. То есть, эту штуку я обрезал в быстросъёмник, приклеил с этой стороны на абоксидку. Сам насос я обрезал и приклеил, ну, сам вентилятор я обрезал и приклеил изнутри на абоксидку. Всё это в коробочке очень легко закрывается. Чик и готово. Теперь одевается вот сюда. Вставляется питание. И вот этой вот ручечкой мы совершенно спокойно можем регулировать обороты. Этот прибор получился очень точный. За счёт того, что он работает через блок питания, обороты не скачут. И обороты регулируются очень плавно, очень точно. И вот я считаю, что я довёл этот агрегат до ума. Естественно, снизу я там оставил для забора воздуха одну заглушку вынул. Вот такая вот штука у меня получилась, друзья. Ну, и выглядит так достаточно аккуратно. И в результате у меня получился вот такой вот замечательный коптильный шкаф. Как бы загружается в него, ну, колбаса загружается где-то 20 килограмм, получается. Сыров где-то 10 килограмм. Ну, можно размещать и на полках, и подвешивать продукты. Ну, и выглядит на участке достаточно эстетично. Весь проект мне обошёлся где-то в районе 1000 гривен или 40 долларов. Ну, самая дорогая была сейф, за который я заплатил около 10 долларов. И регулятор напряжения, который стоит около 8 долларов вместе с твердотельным реле. Все остальные элементы, ну, стоили сущие копейки, с учётом того, что дымогенератор я сделал сам. Ну, естественно, его можно не сделать, не делать, а можно купить готовые. Сейчас очень большой выбор дымогенераторов готовых на рынке есть. Я думаю, как и в Украине, так и в Российской Федерации. Их очень много, огромное количество. Следующим этапом, ну, как бы, хочу ещё в этот шкаф сделать электроиндукцию. Но не знаю, насколько это, насколько целесообразно, стоит ли делать. Ну, вот пока я ещё не принял такого решения, буду делать, не буду делать. Ну, вот в таком вот виде, как вы видели, у меня очень много на канале видео, в котором я готовлю продукты. В этом шкафу работает он просто идеально. Поэтому, друзья, надеюсь, ответил в этом видео на все ваши вопросы. Если на что-то не ответил, пожалуйста, пишите их в комментариях. С удовольствием отвечу, сделаю какие-то фотографии. Если нужно будет какие-то чертежи, тоже просите. Я всегда с удовольствием их для вас сделаю и размещу тоже в комментариях. Ну, друзья, на этом буду заканчивать свой обзор коптильни. Надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. А мы будем снимать для вас новые видео. Всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok